Привет, друзья! Сегодня я хочу сделать венок из бумажных роз. Сначала мы сделаем розы, а затем прикрепим их на веночек. И розы у нас будут необычные, из бутербродных мешочков. Это вот такие тонкие, изящные мешочки со складочками, из которых мы и будем делать наши розы. Также мне понадобится вот такая прозрачная лента, клейкая лента или скотч. Чем мне нравятся такие розочки из такой бумаги, что они делаются быстро, справится каждый и стоят дешево. И выглядят они просто изумительно шикарно. Показываю, как сделать розу. Вставляем руку вовнутрь. Находим серединку, вминаем. Берем два конца. Серединку держим. Вот я покажу там. Видите? Видно конец. Держим крепко. И сворачиваем по часовой или против часовой стрелки. И так, когда уже немножко мы свернули нашу розу, я немножко пошумлю, пошучу. И я теперь взяла вот за этот цвет конец нашего мешочка. И сворачиваю дальше. Упрямляю. И уже посмотрите, уже похоже на розу, уже какая краска получается. Продолжаем сворачивать, пока мы не делаем полностью нашу розу. Итак, сворачиваем. Расправляем. И теперь роза готова. Наши концы нужно собрать в кучку. Я расправляю, складываю в центру. Вот таким вот образом. Можно приклеить горячим клеммом, можно любым другим. Но я возьму клейкую ленту. Итак, приклеивать буду крест-накрест. Небольшой кусочек ленты. Приклеиваю в одну сторону. Прижимаю, обрезаю. И теперь приклеиваю крест-накрест. Опять прижимаю. Приклеиваю. Не портим форму розы. Аккуратненько прижимаем. Слегка. Смотрим, что у нас получилось. Такими розами украшают у нас свадебный стол. Стол украшают шары, украшают муки. Клазут просто на стол. Вот таким вот образом. И выглядит это очень празднично и красиво. Можно ее покрасить. Но сегодня наша задача сделать белые простые розы. Роза готова. Я сделала очень много их. Итак, сколько раз уйдет на такой венок, который у меня 25 см. Это пенопластовый. Пенопластовая заготовка. Как сделать заготовки у меня есть видео. Посмотрите на плейлистах прошлый год и позапрошлый. Я показывала разные венки, как сделать из ничего. Из картона и мусора, из ткани, тряпок. Ну, в общем, есть одно видео. Посмотрите, пожалуйста, как делать заготовки для венков. Итак, начинаю приклеивать. В конце я скажу вам, сколько у меня ушло. В конце концов, роз на такой вот веночек. Многие знают, что пенопласт плавится. И чтобы он сильно не плавился, я вырезала из старого тюля. Вот такую ленту. Она у меня где-то 5-6 см. И я сейчас обклею и обмотаю мой веночек. Можно это сделать с помощью ткани. Или трикотажа. Или из чего хотите. Бумагой можно даже обклеить. Можно фольгой. В общем, обклеиваем наш веночек. Итак, начинаем. Конец тюля я приклеила с помощью горячего клея. Теперь наискосок я притягиваю тюль. Если у вас есть какая-то ненужная тюлька. В общем, можете повторить за мной. Итак, я накладываю где-то 2 см друг на друга. Потому что веночек у нас полукруглый. И, конечно, он будет делать утяжку. Или как сказать. Ну, в общем. Если сделать рядом, то может не хватить ткани. Итак, я заматываю весь венок. Итак, мои хорошие. У меня ушло 3 метра гиппюра. При ширине 6 см. Посмотрите, какой венок. Хоть сейчас его таким оставляю. Очень красивый. Филигранный такой. И сзади я обрезаю и заклеиваю горячим клеем. И здесь мы сделаем с вами тоже веревочку. Чтобы наш венок можно было подвесить. От вот такой вот атласной красивой тесемочки я отрезаю где-то 12-15 см. И приклеиваю. Уж он точно или она точно удержит наш веночек. Потому что он легкий и состоит из бумажных цветочков. Укладываю нашу тесемочку. Провожу несколько полосок горячим клеем, чтобы приклеить ее. И жду, пока клей застынет. Итак, петелька готова. Теперь приступаем мы к сборке нашего веночка. И да, не забывайте, клей очень-очень горячий. Не обожгите руки. Итак, я розы буду приклеивать во внутренней части. Сначала вот таким вот образом. И можно промазывать как розочку, так и веночек. Кому как удобно. И начинаем приклеивать. Я прижимаю к внутренней части мою розу. Но не так, чтобы изменить ее форму. Просто слегка я прижимаю. Следующую розу я приклеиваю не рядом, а вот как можно плотнее к этой розе. Как можно плотнее. Поправляем. Или можно потом поправить, чтобы наши розы смотрелись красиво. Следующую розу опять я приклеиваю как можно плотнее. Но они должны смотреть немного вовнутрь. Не на меня, а вот туда, вовнутрь. Итак, обклеиваю весь круг внутри. Внутренний круг готов. Теперь я буду приклеивать розы снаружи. И буду приклеивать их крест-накрест. То есть вот здесь, где они сходятся. Я приклеиваю опять, стараюсь вплотную. Вот так вот приклеить розу. И обклеиваю весь круг. Ну, я решила здесь промазывать вот розы. Да, две розы, которые будут находиться рядом. И вот так вот прижимаю слегка мою бумажную розу. Обклеиваю весь круг. И вот смотрите, мой веночек кажется уже готовым. Он такой красивый, он такой пышненький получается. Даже не подумаю, что это розы из бумаги. Какая красота. Но я буду приклеивать еще снизу. Вот здесь еще приклею ряд розочек. Переворачиваю веночек вверх ногами. И, как вы видите, мой стол уже освободился. Мне пришлось брать розы из моего запаса. Итак, опять промазываю вот эти две розы между собой. Края и здесь посерединке. Промазываю здесь, здесь. И хорошенько вот здесь. Приклеиваю розу и прижимаю. Слегка прижимаю. И так обклеиваю весь ряд. И так, шаг по шагу я приклеиваю все розы. Но не забываем про петельку. На ней должен висеть наш веночек. И так, сейчас в Европе модно такие букеты из розы. Зимние, красивые букеты. Венки. Посмотрите, какая красота. Теперь мы расправляем вот эти лепесточки. Потому что я их немножко прижала. Создаю форму. Вовнутрь можно вклеить бусины. Очень красивые, филигранные, легкие, доступные. Каждый может для себя сделать такой веночек. Мне очень-очень нравится. Они неповторимые. Незаезженные, как говорят. Да, незаезженные. Вот. И такие зимние розы. Белые розы. Беззащитные шипы. Так, петь не будем. Вот. Сейчас я повешу. И так, такой венок можно не только подвесить, но и сделать красивую композицию. Например, поставив вовнутрь елочки, олени или свечи, тоже будет выглядеть нарядненько. По-зимнему прохладно. Или холодно. Прохладно. Или подвесить на стену. Или вот так. Или вот так. Ну, в общем, тут дело в вашей фантазии. Как вам нравится, так вы и сделаете. Вот. Так что, если нравится, делайте своими руками. Я стараюсь для вас отыскивать простейшие идеи. Итак, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вам веночек? И куда бы вы его применили? С вами была Мила. Всем всего самого наилучшего. Здоровья, счастья и хороших, тёплых деньков ещё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok